Здравствуйте, уважаемые коллеги! Методы психолого-педагогического провождения семьи, воспитывающих подростков. Я поделюсь своим опытом работы. Подростковый возраст один из наиболее сложных периодов развития человека. Это период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к взрослости. И в этот период, который не зря называют еще кризисным, подросток переживает определенные трудности этих перемен, чтобы выполнить ряд важнейших для его последующей жизни психологических задач. Это отделиться от родителей, обнаружить себя и свой пол, открыть для себя мир других людей. Выполнение этих психологических задач невозможно без того, чтобы отрицать все то, что предлагают взрослые. Иначе не найдешь собственные ответы, решения и смысла. Пытаться решать что-то самому, даже если взрослые уже предложили самое мудрое из возможных решений. Искать себя и ввязываться в разные истории, чтобы проверить, насколько ты силен, способен и стоек. Пристально вглядываться в свою внешность, понимая, что красота или привлекательность значительно увеличивают шансы быть принятым и любимым. Активно контактировать с противоположным полом, узнавая другие миры самыми разными способами. Много общаться с себе подобными. Понимая, что ты не один и у них все те же проблемы. Но стоит сказать, что взрослые значительно лучше бы понимали своего ребенка, что выполнение этих важных психологических задач сопровождается определенными чувствами. И вот здесь я сделала определенную табличку, чувства подростка и чувства родителей. Здесь хотелось бы немножко подробнее рассказать. Чувства подростка, агрессия, отделение невозможно без злости. Любовь это слияние, злость это отделение. Подросток не может проявлять любовь к своим родителям на какой-то определенный период, когда он в подростковом возрасте. Он обречен на проявление всего спектра агрессивных чувств. От тихого недовольства и едва скрываемого раздражения к вспышкам немотивированного гнева и сильной ярости. Он вернется, конечно, к любви к родителям, но чуть позже. А пока его задача отделиться, и потому почти автоматическая реакция на любое предложение – это протест. Страх. Подросток многого боится. Быть непринятым своим подростковым сообществом. Несоответствовать критериям своей компании. Что его никто не заметит, и одновременно в то же время он боится, что его заметят. Что его любовь отбегнут, но не менее он боится того, что его примут и снимут, и что с этим нужно будет делать. Боится унижения и страдает от непризнания в нем взрослых. Стыд. Подросток часто стыдит о своем теле, к которому не успевают привыкнуть. Кстати, взрослые очень часто увеличивают, чтобы он испытывал стыд, говоря о его недостатках. Тревога. Беззаботное и счастливое детство закончилось. Начинается взрослая жизнь. Как она сложится? Что в ней уготовано? Справлюсь ли я? Неопределенность рождает тревогу. Что у подросток тревожится гораздо больше, чем нам, взрослым, кажется. Только не всегда он успевает распознать тревогу. Она чаще выливается в его раздражение или в полном уходе в себя. Но хуже, чем самому подростку, бывает его родителям. Чувство родителя, чей ребенок вошел в подростковый возраст. Это страх. С ним что-то не то. С ним уже что-то случилось ужасное. Мы его упустили. Нужно срочно что-то делать. Взять его под контроль. Заставить учиться. Уважать старших. Выпороть, в конце концов. Злость. Да сколько можно? Комната не убрана. В дневнике замечания до двойки. В магазин сходить не допросишься. Друзья у него какие-то. Хамство сплошное. Вина. Мы плохие родители. Мы слишком были заняты собой. Вот это и случилось. Как мы могли? Конечно, его отец всегда был занят только своей работой, а мама только прическами и подружками. Нужно больше заставлять книжек читать. Больше делать по дому. Упустили ребенка. Тревога. Он не справится. Свяжется с кем попало. Не закончит школы. Не поступит в институт. Никто замуж не возьмется. Пьется. Умрет под забором. Что люди скажут? И вот обычно с таким спектром приходят родители на консультацию. Но стоит сказать, что хуже кризиса, это когда бывает вообще отсутствие. Действительно, можно сделать так, что ребенка заставить сидеть за учебниками, не пускать друзьям. Нечего заниматься такими глупостями. Но тогда ребенок пропустит возможность как раз реализации этих важнейших психологических задач, о которых мы говорили выше. Если он не сможет отделиться, то в дальнейшем он не сможет отделиться от более таких влиятельных фигур дальнейшей жизни. Он не познает себя и может прожить всю жизнь так и непонятно, кто же он таков. Он не познает собственного пола и законов общения. В этом случае последующая жизнь чревата осложнениями в отношениях, разного рода зависимости и возможным одиночеством. Либо в лучшем случае он проживет подростковый кризис, но уже в другой период жизни. Начать также отвечать жестким и немотивированным протестам, ввязываться в рискованные мероприятия, заводить беспорядочные знакомства, чтобы познать себя и свой пол, проводить свободное время в тусовках, а не в собственной семье. Все это может не лучшим образом сказаться и на карьере, и на семье, и на жизни в целом. Тут здесь стоит сказать, что кризис не всегда проходит бурно и редко. Подросток, не решающийся активно протестовать, как правило, впадает в депрессию. Он много думает о себе, о других, ведет дневник, который является надежным собеседником. Подавленная агрессия подростка отбирает в него много сил и рождает уныние. Он совсем не стремится к общению, но когда попадает в компанию, которая его принимает, он находится там с удовольствием и наблюдает издалека за тем, как строятся отношения. Сам он в отношения вступает с опаской. С возрастающим напряжением, ожидая драматического развития, что в принципе это и происходит. В этом первом опыте как раз и нужна поддержка его семьи. Личностные недостатки, как психологические предпосылки трудновоспитуемости подростков, это эгоистичность, леность и лживость. Характер поведения взрослых отражается на поведении ребенка. Трудности воспитания не возникает вдруг, неожиданно и сразу в подростковом возрасте. Причину нужно искать в более ранних периодах жизни ребенка. Здесь можно привести такой пример. Например, избалованный ребенок лжо, чтобы не выполнять какую-либо работу или поручение. Ложь здесь можно рассматривать как следствие боязни наказания. Постоянно жизнь в страхе наблюдается, когда к ребенку проявляют излишнюю требовательность, жестокость, недоверие. Ребенок становится вживым, наблюдая нечестный образ жизни родителей. Не случайно говорится, что в воспитании без трудностей не бывает. Очень важное умение родителей поддерживать, культивировать ребенке все хорошее, что в нем есть, и противодействовать плохому, предупреждая закрепление негативного. Все это далеко не просто от родителей. И педагогов требуется обширных знаний, в первую очередь в области психологии и педагогики. Главное правило в воспитании трудных детей – это стремление к сотрудничеству. Важно не бороться с трудным ребенком, а вместе с ним за то хорошее, что в нем есть. Бораться за изменение трудного поведения ребенка имеет смысл только если дело именно в его поведении, не в каких-то особенностях его развития, как говорили о детском СВЗ. Также предъявление именно к ребенку, когда требования родителей соответствуют его возрастным особенностям, а не так, что мы едем, и трехлетний ему говорит «сиди спокойно». Да не будет он сидеть спокойно. И как приводили пример про совесть. Откуда у него совесть-то ему в 4-5 лет-то? Я предлагаю 7 шагов для починки поведения ребенка. Эту технологию я использую в своем консультировании с родителями. Не знаю, в моей работе она работает эффективно. Попробуйте, может быть, и у вас. Может быть, вы с ней даже знакомы. Сейчас мы по пунктикам разберем. Шаг 1. Определяем цель. Вид поведения ребенка, который по-настоящему отравляет родителям жизнь. Можно посмотреть проблемное поведение мишень. Отказывается выполнять обязанности, врет, обманывает, перебивает взрослых, ябедничает, дерзит, ворует, другое. Шаг 2. Что именно происходит? Кстати, по первому шагу стоит сказать, что не стоит хвататься сразу, изменить и то, и то, и то. Нужно определить конкретно, что хотите сейчас, на данный момент, и пошагово действовать. Шаг 2. Что именно происходит? Изучаем исходные данные, условия, собираем информацию. То есть не она просто врет, а по пунктам. При каких обстоятельствах, как именно, что делает, если не верит, как реагирует, когда разоблачает, пытается ли как-то сама справиться со своим поведением, считает ли его неправильным, как объясняет причины. Задавать обязательно вопрос родителям. Что они сделали уже? Какой был результат? Шаг 3. Ищем пружину. Выдвижение гипотезы о движущей силе трудного поведения. Здесь стоит задать вопрос, амфиры, зачем он это делает, чего хочет. И хочу привести пример с воровством. Давайте попробуем представить, с какой целью, в принципе, может настойчиво таскать вещи ребенок или деньги. Не один раз по глупости. Это еще не трудное поведение, а именно настойчиво, несмотря на объяснение и наказание. Список может получиться такой. Во-первых, у ребенка может быть просто не сформировано представление о собственности. Это довольно сложно абстрактное понятие, которое ребенок осваивает постепенно. В этом случае потребность ребенка разобраться в вопросах собственности. Второе. Нередко воруют дети, родители которых уверены, что они лучше знают, что ему в действительности нужно. И без отдачных оснований отказывают в покупке модной одежды, предметов увлечения, слишком ограничивают карманные деньги. Это заставляет ребенка чувствовать себя белой вороной среди сверстников, что для подростка очень тяжело. И создает у него впечатление, что с ним не считается, не доверяет ему принимать решения, например, что он может одеть, держит за маленького. В этом случае потребность ребенка быть в порядке, не испытывать отвержения сверстников и еще принимать решения относительно самого себя. Часто целью ребенка, крадущего деньги, становится подкупровестников, которые готовы общаться с ним, только если у него есть сладости, какие-либо игрушки. Это особенно бывает свойственно детям, которые детский коллектив отторгает за каких-то физических или других недостатков. Полноты, например, маленького роста, заиканий. Легко может попасть в положение изгоя и новеньких классов. Особенность ребенок ведет себя неуверенно. В этом случае потребность ребенка быть принятым сверстниками, иметь друзей. Бывает, что дети воруют для того, чтобы привлечь внимание родителей. Деньги или купленные на них сладости он может воспринимать как символическое замещение родительской любви. В этом случае потребность ребенка быть любимым и принятым, получать внимание, заботу. Иногда дети своим трудным поведением, в частности выростом, пытаются воздействовать на ситуацию в семье. Например, между родителями есть долго тлеющий конфликт. Они почти не общаются между собой, в доме висит напряжение. И вот ребенок упрал. И папа с мамой вместе принимают меры, обсуждаются, учишься, сидят и разговаривают. Ребенок боится развала семьи гораздо больше, чем наказаний и может таким образом объединять родителей. В этом случае потребность ребенка – близость и контакт между взрослыми, чувствовать защищенность и прочность семьи. Ребенок может быть не уверен, что привязанность родителя к нему надежна, чувствует тревогу и страх, что его отвергнут, оставят. В этом случае потребность ребенка быть уверенным, что привязанность надежна, не мучиться от тревоги. Встречается и навязчивое, конечно, воросту невротического характера, которым мы называем криптомани, связанное с постоянно высоким уровнем тревоги. В момент кражи человек испытывает острые ощущения, бурю эмоций, которые затем сменяются расслаблением и эйфорией. Здесь мы имеем дело с психологической зависимостью. Вороство этого типа может встречаться и у детей, которые пережили психическую травму, неуверенных в своем нынешнем положении, испытывают страх перед будущим, имеют низкую самооценку и не получают достаточно эмоциональной поддержки. В этом случае потребность ребенка хотя бы на время избавиться от ложь и тревоги, получить передышку в виде расслабления и эйфории. Ребенок может воровать деньги от безысходности. Если у него вымагают деньги, путем угроз или он страдает наркозависимостью. Возможно, его отношения с родственным слишком отравлены недоверием и борьбой, чтобы он мог обратиться за помощью к взрослым, а не скрывав от них тяжесть своего положения. В этом случае потребность ребенка быть в безопасности, защитить себя от угроз и страданий. И, наконец, бывает, что детское вороство вызвано очень острым желанием обладания, которое охватывает ребенка порой за пустяка и потому непонятно взрослым. Когда ребенок крадет, уступив соблазну, он хочет узнать границы дозволенного, получить новый опыт, узнать, каково это, когда ты сделал то, что нельзя. Без такого опыта невозможно формирование как раз совести. В этом случае потребность ребенка получить опыт соблазна, простудка, стыда, раскаяние и сделать свои выводы из этого опыта. Как видим, из всех названных ситуаций мной, кроме последней, они не имеют никакого отношения к вороству в прямом смысле слова, то есть чтобы присвоить чужое. Его цели у ребенка совсем иные – любовь, покой, безопасность, успешность. Можно надеяться, что, показав ему, как можно добиться того же самого, не прибегая к утаскиванию чужих вещей и денег, мы можем ребенку помочь избавиться от этого крайне неприятного вида трудного поведения. Примерно таким образом можно рассуждать о любом виде трудного поведения, выдвигая гипотезы, обвиживая его силе от простого к сложному. Хорошо. А что делать, если нет уверенности, что пружина определена правильно? Тогда нужна дополнительная информация. И очень часто можно понять, что движет ребенком, анализируя собственные чувства. Но если объединить, то можно выделить четыре пружины в поведении ребенка. Это потребность привлечь к себе внимание, желание избежать неудачи, выяснение, кто здесь главный, а также месть. Шаг четвертый. Объясняем, что не так. Гораздо лучше здесь работают «я» высказанные, то есть высказанные о себе, о своих чувствах, проблемах и потребностях. Не ты плохой, не ты сделал это, потому что сразу вызывает протест. А что я чувствую? Мне больно, мне сейчас обидно, я не хочу. То есть когда мы говорим о себе, о своих высказываниях, их сущность заключается в том, что их невозможно оскорить. А когда мы говорим «ты такой, ты такой», то, соответственно, вызываем протест. Шаг пятый. Дать наступить последствия. Наказание – довольно искусственная конструкция. В жизни гораздо чаще работает закон наступления последствий. Поэтому не следует их бояться, пусть наступает. Ребенку необходим этот опыт. Потерял, сломал дорогую вещь, значит, больше нет покупать, никто не побежит. Украл и потратил чужие деньги. Придется отработать или отказаться от покупки, поездки, чтобы сэкономить. Иногда родители покупают сейчас телефоны, да, потерял, но вы купили, потерял, но вы купили. Действие уже происходит в том, что ребенок относится к самому родителю, ты должен мне купить. Тому трудное поведение – это, прежде всего, примитивные технологии достижения желаемого. Ребенку, конечно, это неизвестно. Невозможно требовать от ребенка, чтобы он прекратил немедленно, то есть отказался от плохих технологий, но при этом не предлагать ему взамен других, более эффективных. Как раз шаг шестой. Помогаем добиваться своего по-другому. Нужно ясно показать ребенку, какого другого поведения от него ждут взамен трудного. Часто бывает, лучше именно показать, а не объяснять. А то обычно мы говорим-говорим, а как сделать? Мы не можем сказать. Само по себе трудное поведение, оно энергозатратно. И если необходимость в нем отпадает, так как стоящая за ним потребность уже удовлетворяется, то оно проходит само по себе. Поэтому если ребенку нужно внимание, родителю необходимо уделить это внимание, не дожидаясь, пока он начнет его забивать. Если он качает права, показать ему, кто в доме хозяин. Если он испытывает трудности в общении со сверстником, то подсказать, что ему делать и помочь подружиться. Рассказать, как сами справились с подобными сложностями. И шаг седьмой. Закрепляем достижения. Ребенок сможет измениться к лучшему только при усвоении родительской поддержки, симпатии, принятии и заботы. А также последовательность, системности, решительности родителей. Любое недовольство, отвержение, неуважение, критика, контроль подчеркивают неуспешность ребенка и усиливают его тревогу. Мне хочется сказать, что в заключении важно бороться не с трудным подростком, а вместе с ним за то, что хорошее, что есть в нем. И хочется сказать, что трудные подростки встречаются сейчас в частности не только в неблагополучных семьях, а и в семьях достаточно благополучных. Именно в благополучном социальном плане. Если рассматривать внутренние причины, вот я сама много читала, да, что касается формирования зависимости, то очень часто причины эти идут как раз из семьи. Неважно, благополучные или она неблагополучная в социальном плане, а именно когда в семье есть гиперопека по отношению к ребенку, и есть определенное, как мы уже говорили, жестокое обращение. Туда входит и психическое пренебрежение детскими потребностями. Можно посоветовать здесь родителям, что не отгораживаться от трудного, не пытаться не замечать его проделок. Очень быстро они перерастают в поступки, а потом и в преступления. И очень важно, чтобы родители осознали ответственность за воспитание ребенка. Для этого проводится следующая работа. В психолого-педагогическом просвещении в нашем центре проводится лектория по вторникам для родителей. Индивидуальная консультация по волнующим родительным вопросам. А главное, понимание возрастных особенностей, чтобы родители понимали действительно возрастные особенности ребенка в каждый период. Обучение родителей формам и методам формирования у детей различных навыков. Предположение о том, что большинство родителей известны сами эти навыки и способы их использования ошибочно, поскольку в нашем обществе не принято обучать родителей эффективно взаимодействовать с своими детьми. Но в последнее время как раз школа ответственного родительства этим и займется. Коррекция детско-родительских отношений. Опыт показывает, что в психологической коррекции нуждаются не только дети, но и их родители. Я с этим абсолютно на 100% согласна. Когда приходят на консультацию ко мне родители с детьми, вот он такой-такой. Когда начинаем разбираться, то там больше нужна поддержка и вообще оказание психотерапевтической помощи самим родителям. И иногда я сразу говорю, пока мы с вами не проработаем, вы не сможете работать дальше, даже выполнять те рекомендации, которые я могу посоветовать с подростком, с ребенком. То есть вы также будете возвращаться на ту черту, к которой вы пришли. Ну и хочется сказать, что совместная деятельность педагогов, психологов и родителей может быть успешной, Если вы все положите на настроенную совместную работу, действует сообща, осуществляет совместное планирование, подводит итоги своей работы. Здесь еще хочется сказать, что обычно приходят мамы, редко папы, ну вот я по своему опыту. И пап привлечь очень тяжело. Хотя эффективность работы будет, когда вся семья сообща работает. Не бойтесь двигаться, медленно бойтесь оставаться в бездействии. Ну и еще что хотела сказать, ну лично просто опыте. Вот здесь можете переписать список, использованный здесь источник, которым я пользуюсь. Но это мои настольные книги, которые я их просто обожаю. Ну правда. Спасибо. Спасибо, на его презентацию. Спасибо.